приветствую всех еще раз кто присоединился к нам чуть позже и всех кто будет смотреть нас в записи сегодня мы продолжаем можно сказать завершаем наверное разговор о библиографических описаниях по госту 7 100 2018 новый гост по библиографическим описаниям в котором мы уже должны жить как минимум год а то и больше и сегодня мы поговорим об особенностях описание электронных ресурсов сделаем упор на ресурсы сетевого распространения потому что именно с ними чаще всего мы и сталкиваемся и именно чаще всего они появляются в списках наших студенческих работ списках статьям и так далее поэтому основное внимание будет сегодня на них и для тех кто у нас к нам присоединился чуть позже и может быть сегодня первый раз на предыдущих вебинарах не было напоминаю что с начала октября мы проводим такую серию вебинаров посвященных библиографической записи библиографическим описанием по новому госту на первом вебинаре мы разбирали прям прошлись очень плотно по структуре разбирали схемы описаний и особенности различных областей и наполнение их элементами на втором вебинаре мы рассматривали вопросы описания многочастных ресурсов сериальные издания но основное внимание уделяли многотомным отдельным томам из многотомников потому что это тоже один из вопросов на котором мы очень часто запинаемся и третий вебинар у нас был по составной части ресурса поэтому если какие-то вопросы будут возникать вот по общим темам которые мы уже рассматривали на них подробно останавливаться сегодня не будем но отсылки к предыдущим вебинарам я буду давать поэтому если что возникнут какие-то вопросы связанные с общими положениями можно будет посмотреть записи они на канале есть выложены и найти ответы а уж если не найдете тогда пишите будем разбираться и так по электронным ресурсам страшного на самом деле здесь ничего нет и если мы уже знаем общие правила общие хотя бы понимаем да какие тут основы у нас уже заложены на основе предыдущих вебинаров то в принципе для нас как для не библиографов справиться с электронными описаниями электронных ресурсов уже не не так страшно не настолько ужасно и в принципе многое уже будет понятно новый гост отличается тем что в нем больше внимания уделено именно описанию электронных ресурсов в отличие от предыдущего госта внесены изменения дополнения больше образцов наконец-то появилось и конечно это не может не радовать но изменения произошли и в области терминологии добавились помимо электронные ресурсы еще ряд определений например мультимедийный ресурс ресурс сетевого распространения то что раньше называлось у нас удаленным ресурсом и вот эти вот определения терминологии подробно на ней мы уже останавливались когда рассматривали гост это еще на сентябрьских вебинарах чем отличается гост 2018 а 2003 просто когда вы начинаете работать с электронным ресурсом и он попадается вам в качестве объекта составления библиографического описания не забывайте про поглядывать в этот раздел в зависимости от того что за источник у вас ну условно говоря в руках и будет зависеть как мы его будем описывать какими правилами мы будем пользоваться что это такое какой это ресурс просто электронный или уже мультимедийный это еще не все определения там их гораздо больше поэтому прежде чем бросаться составлять библиографическое описание сначала откройте посмотрите остановитесь вот здесь первый шаг остановки сделайте и посмотрите а что у вас за ресурс они мультимедийный ли он если он мультимедийный там есть сейчас посмотрю вам покажу посмотрим я вам покажу там есть несколько моментов которые позволяют нам справиться особенно с последней областью видосодержания да вот по поводу мультимедийных ресурсов там с этим гораздо проще и легче будет справляться поэтому про этот раздел не забывайте там много дополнений возникло но не на все эти новые термины есть к сожалению образцы в самом гости так например на мультимедийный ресурс ну вот в образцах в приложении мы не нашли нет такого примера отдельно он не рассматривается значит нам надо самостоятельно это все сделать один из примеров один из вариантов я вам покажу как это может например выглядеть и обычно но обычно обычно у нас описание сводится вот к такой беде вообще российский стандартное описание электронных ресурсов предлагает нам очень подробную большую схему библиографического описания это вот тот самый гост по электронным ресурсам 2001 года схема огромная но в первую очередь она рассчитана на описание ресурса для электронного или карточного каталога а напоминаю нас цикл вебинаров для не библиографов поэтому там много содержится данных которые нам элементов до которые нам в принципе то и не надо можно и указывать на практике же несмотря на то что схемы вроде бы есть ситуация с оформлением библиографических списков и ссылок на электронные ресурсы далека от идеала можно сказать даже складывается далеко не лучшим образом и большинство авторов грешат тем вот тем же самым как и на слайде приводит количество сведений явно недостаточных для идентификации самого ресурса имя автора заголовок заглавие документы электронный адрес это в лучшем случае зачастую вообще просто электронный адрес и вот студенты учащиеся чаще всего именно этим грешат когда открываешь список использованных источников или список использованной литературы а там идет просто список адресов скопированных из адресной строки каких-то сайтов а что это кто это что за документ ничего определить невозможно с этим же связана и проблема определение качества самой работы тех источников с которыми работал учащийся который приносит нам вот эту вот самую работу мы же определяем какой когда оцениваем там те же курсовые или дипломные проекты да и те же рефераты да что он смотрел развлекательные порталы или же это научные статьи в научных сборниках или периодических научных журналах разница же есть да не только в количестве но и в качестве из одной адресной строки установить это достаточно сложно поэтому в результате за пределами нашего библиографического описания и остаются важные сведения о документе тех ответств сведений об ответственности да тех составителях редакторах которые принимали других лиц которые принимали участие в его разработке опускается иногда заглавие веб-сайта базы данных или электронного периодического издания или продолжающегося издания то есть элементы необходимые для идентификации документа или его составной части и получение вообще представления о том что же это за ресурс и уже не говорим про поиск уже нет вот вот просто понять что это такое вообще имеет смысл его и нужно вставлять или нужно посоветовать срочно ученику это убрать или поискать что-то другое в какой-то степени в этом повинны не только сами авторы но и сами сетевые документы а точнее их оформление до ресурсы иногда очень сложно а местами вообще невозможно установить сведения для области заглавие сведения относящихся к заглавию для сведений об ответственности мы можем просто их там не найти очень трудно разобраться вообще что представляет собой ресурс который удалось найти через ту или иную поисковую систему когда просто текст и все да ну хорошо если есть автор а на каком сайте он размещен что вообще является идентифицирующим документом из которого мы эту часть взяли вообще к чему она привязана не всегда представляется возможным это определить и поиск таких данных он может значительно затруднять нам жизнь ну это уже в сторону оформления сетевых ресурсов вопрос на проблему но если говорить о схеме библиографического описания для электронного ресурса то можно вот такую схему да ну вот 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 не совсем обычно вот прежде чем к схеме перейдем вот примерно вот так должно было бы выглядеть описание этой статьи заглавие и вот посмотрите как раз очень похоже практически повторяет ту самую схему о которой мы говорили на прошлом вебинаре когда разбирали описание составной библиографическое описание составной части ресурса вот заглавок автор вот заглавие статьи вот они место разлома нашей булочки да вот начинка вот пошло уже тесто вот она вот она идентифицирующий документ что это а это оказалось у нас сборник тезисов докладов вот он как он называется его заглавие пояснение сведения относящиеся к заглаве что это сборник тезисов докладов не просто какой-то а всероссийской научно-технической конференции о да это уже статья которую можно с честью включать и в наш список источников и для курсовой для дипломной работы может быть и для статьи и вот сведения об ответственности кто да несет ответственность за этот сборник вот посчитали нужным сюда добавить они могут быть опущены тогда наше описание будет выглядеть как во втором случае ой возьми указку а то я забыла да да мы их можем опустить оставить просто данные и и дальше привести юрл если есть что мы здесь еще забыли сделать кстати вот в этом описании кто мне подскажет чего здесь не хватает и вот у нас основная часть добавилась то только вот сюда напишите пока кто кто увидел чего не хватает в этих описаниях чего пропустили страниц текст электронный ага а главное это страницы увидели вот вот про издательство и место издания самое главное значит по поводу страниц коллеги если это про место издания и издательство и страницы если это печатная версия которая имеет еще электронный вариант да тогда мы их до указываем если же это чисто только электронный журнал или электронный сборник если он выходил только в электронном виде и не имеет печатного аналога у нас может не быть количество страниц у нас не может не быть место издания издательства мы не всегда это можем найти поэтому если это электронное издание то да если есть печатная версия то мы должны еще добавить были бы вот сюда . тире место издания там новосибирск не знаю что издательство если есть если нет опуская год вот место издания будет у нас обязательно должны были быть и страницы на которых размещена эта статья место расположения этой статьи должно было быть указано для сборника который имеет печатную и электронную версию из печатной версии разобрались с электронной версии похоже мы можем как я уже говорила не найти этих данных тогда мы пишем просто адрес url адрес размещения этой статьи но смотрите продой если у нас есть дой а для электронных изданий сейчас очень часто и чаще всего оно присваивается тогда мы его должны указать как это сделать сейчас посмотрим текст электронный да если напоминаю коллеги в некоторых описаниях мы сегодня его писать не будем мы его опускаем так как этот элемент условно обязательный и мы говорили уже что текст непосредственный текст электронный и прочие обозначения видов содержания и условий доступности мы можем опускать приняв такое решение зафиксировали его в своих методических рекомендациях но если у нас основной массив источников нашем списке это печатные издания то мы этот элемент с чистой совестью можем опустить а вот для правила меньшинства да а для меньшинства мы его должны указывать поэтому если у нас списке источников электронных ресурсов например 10 из 40 да вот совершенно правы были коллеги не хватало мы должны были бы дописать текст электронный если же у нас основной массив взят это электронные ресурсы но бывают такие работы которые пишутся и делаются на основе материалов интернета и основной массив и это допускается по правилам данного учебного заведения и основной массив это электронные издания то тогда наоборот мы будем писать текст непосредственный для меньшинства печатных изданий поэтому здесь вот сегодня мы в некоторых образцах будет у нас текст электронный кое-где мы его примерах будем опускать но это вот лишнее напоминание что мы можем это делать университет этого недостаточно не знаю для чего смотря смотря для чего для места издания нет это сведения об ответственности место издания по правилам если есть то мы указываем опять же для печатного издания обязательно для печатной версии и схема описания например а мы уже говорили в некоторых случаях вероника мы повтор автора автора мы вот здесь можем опускать посмотрите в предыдущий раз и на первом вебинаре на третьем да мы про это говорили есть случаи когда мы за косой чертой вот здесь ее не оставим и автора второй раз не пишем гостом это разрешается и допускается мы об этом уже говорили посмотрите по записям вебинаров это можно делать есть случаи когда мы это можем делать данном случае мы могли это сделать схема описания на электронный ресурс в целом может выглядеть примерно вот так но если кстати вот эта же схема она предлагается и в проекте нового госта 21 по который сейчас готовится по ссылкам по оформлению ссылок на электронные издания поэтому можем мы его взять и посмотреть да вот примерно вот так мы и делаем описание на электронные ресурсы заголовок причем посмотреть вот это вот вся первая часть до области примечания это то с чем мы имеем дело когда составляем описание на обычную печатную версию ничего особенного здесь нет вот единственное что только мы пишем объем электронного документа в мегабайтах мы тоже говорили на предыдущих вебинарах там используется там мегабайты количество файлов страниц если есть и так далее если если это есть то мы это сюда указываем если есть вот все эти вещи мы сюда приводим все 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 знакомо уже по предыдущим вебинарам мы смотрели уже не страшно и разбирали подробно каждую область и вот самая главная область это примечание режим что сюда относится режим эта область обязательная для там обязательно и условно обязательные элементы для электронных ресурсов режим доступа сведения об обновлении если есть электронный адрес документа дата обращения или дата публикации в электронных сериальных изданиях вот эти вот вещи начиная с электронного адреса они являются обязательными вот это то что обязательно в области примечания у нас должно быть приведено и схема описания на составную часть электронного ресурса тоже нам уже знакомо по предыдущим вебинарам посмотрите заголовок основное заглавие сведения относящиеся к заглавию не страшно мы уже это все разобрали с этим познакомились сведения об ответственности если есть то да это вот до двух косых черточек это все что касается составной части самой статьи главы части фрагментов на которые мы делаем описание идентификатора ресурса вот та самая дуи на тот самый дуи который мы записываем относящийся к самой статье вид содержания средства доступа опять же если это необходимо мы их сюда дописываем текст в данном случае у нас будет текст электроны или изображение электроны сведения и за двумя косыми черточками сведения об идентифицирующем ресурсе об источнике опубликования где он был опубликован сведения о местоположении составной части в документе если у нас есть нумерованные статьи например в журнале и мы их видим на том мы сюда спокойно пишем как обычно для журнала страница 4-28 и дальше у нас опять же вот добавляется только для электронных ресурсов область примечания все то же самое режим доступа сведений об обновлении электронный адрес самого документа дата обращения или дата публикации для электронных сериальных изданий вот это обязательные части вот и все что нужно знать в описании электронных ресурсов вот они две схемы страшного здесь ничего нет если посмотрите вебинар по составной части ресурса мы там рассматривали похожую схему и говорили вот после количества страниц у нас идет область примечаний куда мы дописываем если это электронный ресурс вот туда у нас эти данные пойдут адрес дата обращения или дата публикации то есть схемка у нас уже есть на предыдущем вебинаре можно будет посмотреть ну вот коллеги собственно говоря и все на этом встрече можно завершать если бы не если бы еще не некоторые моменты на которые нам нужно обратить внимание во-первых посмотрите почему дуи мы пишем не в конце вот 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 это вот возьмите себе пожалуйста на заметку идентификаторы ресурса вот тот самый дури он также как и избн например международный книжный идентификатор когда вот эти избн много-много-много буквок которые мы пишем в самом конце почти в самом конце когда делаем библиографическое описание например для книги вот здесь та же история как с многотомниками может быть или сериальными изданиями может быть избн на весь многотомник или на всю серию а может и будет еще избн на каждый отдельный том и они разные поэтому мы говорили что указан если у нас отдельный том многотомника то мы обязательно нужно посмотреть правильный избн здесь та же самая история дуи может быть присвоен разным ресурсам разные статьи в сборнике могут иметь разные дуи не дай бог если еще и сборнику дуи присвоен поэтому вот эта часть до двух косых черточек у нас все что касается самой статьи ну кроме страниц они у нас немножко вот так вот на отшибе живут поэтому идентификатор дуи самой статьи мы записываем вот сюда и мы говорим что это дуи относится к этой статье вид содержания средства доступа то же самое они записываются сюда до двух косых черточек потому что они относятся к самой статье поэтому очень внимательно смотрите какой у вас дуи обычно прямо около самой статьи и идет этот идентификатор он и прописывается вот его и надо сюда вставлять он относится к составной части ресурса конкретной статье фрагменту и поэтому он приводится в первой части в описании составной части у других статей из этого сборника будут другие дуи поэтому это тоже внимательно смотрите и пройдемся по тем вот особым моментам которые у нас есть при описании электронных ресурсов что нам нужно знать самое главное первое что откуда брать в качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого распространения как гласит ГОСТ приводят то, которое появляется на титульном экране при загрузке ресурсов если такое заглавие отсутствует то приводят то, которое указано на странице содержащей сведения о ресурсе или в метаданах возникает вопрос, что такое титульный экран вот в ГОСТе по электронным ресурсам 7.83.2001 электронные издания основные виды и выходные данные там есть такой пункт 3.3 который нам рассказывает, что такое титульный экран это один из первых экранов электронного издания или специальный системный экран который содержит выходные сведения об этом сайте об этом портале об этом ресурсе и основным местом размещения выходных сведений является титульный экран выполняющий в электронном издании роль титульного листа титульный экран может состоять из нескольких из одной или нескольких частей связанных между собой переходами ну а дальше идут уточнения только для локальных ресурсов да, Ирина прошу прощения, отчество не пишет нам чат, поэтому только по имени главная страница сайта это фактически аналог нашего титульного листа электронный ресурс который является аналогом печатного издания кроме собственных выходных сведений должен еще содержать выходные сведения соответствующего печатного издания это вам еще дополнение на заметку да, и титульный экран это или их может быть несколько они могут быть связаны переходами, нам приходится переходить чтобы собрать сведения из нескольких мест это может быть основное меню, это могут быть сведения о программе и тот экран, который у нас по ссылке переходим, он открывается и вот информацию с этого экрана здесь вот какая история иногда для того, чтобы собрать необходимые данные для основного заглавия, а они нам чаще всего когда мы говорим о ресурсе нужны вот здесь, чтобы написать откуда, с какого сайта, с какого портала мы это взяли приходится погулять по сайту чтобы эти данные собрать ну вот та самая проблема к сожалению, не всегда мы их можем увидеть целиком и полностью сразу на, так же как в книге на титульном листе ну вот примеры нескольких титульных экранов, посмотрим откуда мы можем собирать информацию для основных заглавий это, чаще всего это главная страница сайта или портала, но переходя по ссылке, мы можем попасть не на главную страницу, а на другую, и если нам не хватает информации для идентификации и описания ресурса, то нам нужно будет перейти на главную страницу ресурсов, ну вот например у нас, если вы по ссылке переходите на страницу онлайн курса от Директ Академии и здесь мы даём ссылку на какой-то курс вот это можно считать титульным экраном но информации о самой Директ Академии нам не хватает что это такое, это сайт, это портал это это что, это компания поэтому нам здесь нужно уйти вот сюда на главную да, перейти на главную страницу и посмотреть данные ещё и там, а вот другой пример титульного экрана это титульный главная страница электронного научного журнала, который называется учёные записки на Курского университета и вот когда мы переходим по ссылке мы попадаем вот так выглядит у него главная страница вот вся информация о журнале здесь в принципе необходимая нам для оформления библиографического описания она у нас уже есть и здесь тоже обращаю ваше внимание когда собираем информацию чтобы не попасть в просак, а мы можем это это устроить сами себе мы уже говорили, что электронный ресурс являющийся аналогом печатного издания кроме собственных выходных сведений должен содержать выходные сведения соответствующего печатного издания это означает, что мы на титульном экране, то есть на главной странице сайта должны посмотреть информацию и про сайт и про печатную версию журнала и часто мы с этим сталкиваемся когда мы указываем ссылки на статьи именно из таких журналов с электронными журналами попроще, если они имеют только одну электронную версию тогда мы указываем только данные самого издания и адресную строку через URAP ну вот в нашем примере у нас страница электронной версии журнала титульный экран откуда мы берем все сведения об идентифицирующем ресурсе то есть о самом журнале, которое мы пишем после двух косых черточек она здесь уже есть но смотрите какая какая здесь история обязательно проверяйте есть ли печатная версия у журнала сделать это можно легко например в e-library когда заходите находите карточку журнала и посмотрите вот у журнала есть адрес есть и SSN онлайновые версии вот все они совпадают ну во-первых мы проверили что это не фейковый журнал а реально существующий а во-вторых смотрите печатной версии нет то есть это журнал который выходит только в электронной версии и соответственно мы его описание можем сделать только как на электронный журнал он до 2006 до 2006 он выходил имел печатную версию а после этого стал исключительно электронным почему на это важно обращать внимание смотрите какая история в какую историю мы иногда можем попасть когда готовим публикации для различных научных изданий отсылаем мы свою статью в списке источников указали все по-честному что мы смотрели электронную версию с URL все-все-все а теперь представьте часть статьи у нас взятые из журналов которые имеют еще и печатную версию и тут нам приходит грозное послание из-за редакции что все конечно хорошо но слишком много у вас интернет источников уберите а вот как убрать а если у нас на этой цитате построена целая целый раздел нашей статьи который мы рассматриваем и разбираем взять и выкинуть не получится взять что-то другое не получится она говорит нет у вас слишком много электронных изданий вы пытаетесь оправдаться что ну понимаете ну я же читал ну локдаун ну вот с экрана с монитора но у него же есть печатная версия он говорит нет слишком много печатных электронных изданий и тогда делается одна простая хитрость догадались какая да никому только не говорите мы указываем данные о печатной версии журнала но убираем данные об электронной версии а пойдите проверьте я ее читал в библиотеке листаю журнал или я ее читал в электронной версии какая разница статья то одна и та же ну хорошо окей нас требует это не указывать мы не укажем я не знаю ну может быть там свои требования и к журналам тоже предъявляют не они сами это придумали и скорее всего хорошо мы сделаем так как нужно статья выходит в печать все замечательно так вот вот эта часть очень важна если вы попадаете в такую историю не просто взяли а уберем сейчас электронный адрес да все сведения и оставим как будто мы это читали как будто не получится получится если до 2006 года но если у вас журнал после 2006 года вот это уже будет большой ошибкой как то вы смогли прочитать печатную статью в журнале которые не выходят в печатной версии вот на это обращайте внимание когда сталкиваетесь с такой ситуацией не всегда эта хитрость у нас этот лайфхак или хитрость она может быть применима поэтому для верности проверяйте в e-library такая хитрость иначе не пройдет но чаще всего мы делаем описание не целого ресурса а его составной части из журналов мы уж точно берем какие-то статьи не на весь журнал поэтому здесь у нас должна быть еще информация до двух косых черточек информация о самой статье о составной части ресурсов вспоминаем что предписанным источником для составной части ресурса являются еще страницы и в первую очередь страницы на которых расположен материал следовательно нам нужно уйти вглубь ресурса найти на каких страницах саму статью вот то что мы и сделали с нашим курским учеными записками и видим статью в данном случае она выложена в pdf файле вот отсюда берем данные которые нам не хватает для описания составной части авторы заглавия если есть дои берем отсюда дои ну и конечно количество статей для вот того физической области физической характеристики местоположения статьи которая у нас живет на отшибе после данных о самом журнале и вот здесь мы тоже можем столкнуться с тем что хорошо если в pdf файле страницы нумерованы где-нибудь здесь здесь или внизу стоит номер страницы мы спокойно тогда их оттуда берем если нет ну значит нет ну смотрим по ресурсу да вот оно заглавие вот у нас идет содержание да по содержанию иногда сразу можете увидеть ставится нумерация страниц проставляется здесь ее нет просто ссылки отсылаются к статье если есть нумерация уже вот здесь тогда мы берем отсюда если нет ну что делать можем указать количество страниц да ну опять же как то вот это будет неправильно это значит значит не ставим с электронными изданиями это бывает еще про основные основные заглавия основное заглавие у нас идет не только как название самого документа но еще и как название сайта если про составную часть мы говорим да описание статьи с какого-то сайта то после двух косых черточек мы это заглавие идентифицирующего ресурса должны привести и основное основное заглавие оно может быть типовым оно может быть тематическим может состоять только из обозначения вида ресурсов официальный сайт портал там виртуальный музей труды географическая карта мира и обязательно в вот вот в случае таких типовых заглавий еще добавлять сведения относящиеся к заглавию которые его поясняют и раскрывают вообще если они есть на главной странице на титульном экране лучше их записывать ну вот как это делается три примера я вам сюда привела не просто кодексы и законы а что это это может быть все что угодно а мы пишем что это именно правовая навигационная система а не сайт а не портал а не что-то еще другое поэтому вот эти когда у нас речь идет об электронных ресурсах лучше всего добавлять вот те самые дополнительные сведения которые у нас пойдут в сведения относящиеся к заглавию если делаем описание на составную часть ресурса то вот это все богатство у нас пойдет за две косые черточки к идентифицирующему документу откуда мы взяли эту статью или этот раздел виды электронного документа какие можно использовать часть этих вариантов содержится в новом проекте ГОСТа по ссылкам на электронные ресурсы но можно их позаимствовать потому что ну вот каких-то вещей нам может не хватать для описания ну можно можно вот этим списком спокойно пользоваться сайт официальный сайт электронный журнал там видеозапись видеозапись лучше все-таки тоже конкретизировать что это за видеозапись лекции доклада на круглом столе выступления на конференции или видеозапись вебинара или что это такое да поэтому то лучше лучше сюда еще добавлять какие-то поясняющие данные и вот пример оформления как теперь мы пишем той самой области о которой которая была недавно введена да если раньше мы указывали что это электронный ресурс после заглавия то теперь мы указываем вот сюда разные виды содержания электроны или текст электроны вот оно у нас переехало сюда это касается и печатных изданий и электронных в том числе вот здесь в сведениях относящихся к заглавию мы в квадратных скобочках написали что это электронный курс дистанционного обучения это мы сформулировали сами на основе анализа ресурса поэтому мы берем это в квадратные скобочки есть такое правило все что мы на основе анализа формулируем а не написано на самом сайте или портале или на титульном и обороте титульного листа мы заключаем в квадратные скобки вот мы это сделали если обойтись без этого пояснения то не совсем понятно что это книга статья сайт не ясно поэтому с электронными ресурсами очень часто вот в сведениях относящиеся к заглавию мы вот такие пояснения лучше всего включать да и мы сразу понимаем а это курс дистанционного обучения и вот здесь смотрим смотрим на ресурс вот здесь первую ту самую остановку терминологическую делаем электронный курс и посмотрите из каких ресурсов он состоит что там есть если их больше трех мы можем написать вот так не расписывая текст изображения видеозапись еще что то что то что то вот это сокращение возможно в гости для медиаресурсов если ресурсов разных видов содержания больше трех три и более вот поэтому очень хорошо полезно бывает сформулировать сведения относящиеся к заглавию поясняющие что это за ресурс и вот тогда мы уже смотрим можем мы здесь упростить или не можем вот как раз об области вида содержания и средства доступа напоминаю вот так у нас было вот так у нас стало если раньше мы просто брали электронный ресурс и вставляли везде то теперь приходится немножко помучиться у нас электронная программа электронные данные это не электронный ресурс это совершенно другие вещи в гости подробно по каждому из этих пунктов даются объяснения раскрываются положения поэтому если сталкиваетесь всегда можно посмотреть там и вот что у нас произошло если раньше мы писали электронный ресурс теперь это слово электронные у нас ушло в средства доступа и встает в конец мы пишем здесь тексты и изображения и отделяя двумя пробелами двоеточие обязательно добавляем электронные это значит что с помощью компьютера мы можем получить доступ к этому тексту или к этому материалу и обратите внимание видеозапись это не движение а движение это не видеозапись звуки это не музыка и не речь соответственно мы должны если у нас аудиокнига формулировать немножко по-другому шпаргалку такую я вам уже давала и еще раз сюда привожу вот мы попробовали для электронных ресурсов сформулировать вот эту последнюю часть чтобы можно было не мучаясь ее вставлять да иногда еще вот здесь идет в скобочках вот наверняка видели изображение движущиеся двухмерная музыка еще какая-то неподвижная двухмерная и так далее можно опускать для нас как для небиблиографов библиотекарей библиографа это обязаны делать а мы можем опускать для списком наших работ поэтому раскрывать можно не раскрывать здесь мы немножко раскрыли и можно и так брать да а можно оставлять просто изображение видео Вот, кстати, для видеозаписей и существует такое изображение электронное или изображение видео, вставляется в вид содержания и средства доступа. И вот оно, то самое исключение. Если у нас, ура, ура, мультимедийный ресурс, то вот это, мы должны были бы написать так, текст, изображение, устная речь и все это электронное, а может быть и еще что-то добавить, да, еще какие-нибудь дополнительные ресурсы, заменяется на разные виды содержания. То есть вот эта часть заменяется, электронное остается, будет у нас выглядеть это примерно вот так. И такое допущение в ГОСТе прописано, не всегда мы его находим и видим, я его вам специально вот сюда на слайд вывела. К тому же, для ресурса, содержание которого не может быть выражено ни одним из вышеперечисленных терминов, которые есть в нашем ГОСТе, вот тот самый третий раздел, где термин приведен, приводит обозначение другой вид содержания. Ну, в общем, перестраховались на то, что технологии развиваются быстро, появляются совершенно новые какие-то виды, которые мы не можем ни под один из существующих вписать. Это пишем другой вид содержания, электронный. Все, замечательно. И самые любимые в описании электронных ресурсов становятся медиаресурсы. Разные виды содержания дописали сюда, добавили электронные и все, и не надо ломать. Вот такие моменты есть при описании электронных ресурсов. Но мы чаще всего имеем дело с текстами, да, поэтому здесь у нас идет текст электронный, ну, текст непосредственный, мы не пишем это для печатных изданий, да, в основном идет вот текст электронный или книги из АБС мы берем, тоже пишется текст электронный. Ну, если это, конечно, не альбом иллюстрации, там будет изображение, текст, а потом электронный. И вот наши примеры указания области вида содержания и средства доступа. Вот пример из ГОСТа у нас идет на интерактивную карту мира, наш любимый пример, который мы тоже с вами как-то рассматривали. Изображение картографического, неподвижное, двумерное, электронное. Окей, вот это мы убираем, мы оставляем только изображение. Для, не мучайте студентов, не мучайте школьников, пожалуйста, учащихся, чтобы они еще вот это пытались определить. Они умрут на месте, не надо. Написали изображение, уже хорошо. И через двоеточие электронное, все, все, все. Вот как было у нас два слова электронный ресурс, вот так их и оставьте. Ничего страшного. Главное, что они это написали. Пишем до двух косых черточек, потому что это составная часть ресурса сайта карты мира. Мы взяли только одну карту, вот отсюда. И вот мы на нее указали. То же самое вот здесь. Но здесь мы даем ссылку уже это на составную часть, а это на целый ресурс. Поэтому записываем в самом конце. У нас электронный курс, поэтому разные виды содержания электронной. Про подкасты сейчас дойдем. Про, так сейчас посмотрю, был у нас вопрос. Редактировать статьи из блогов или просто по ссылке открывается статья в PDF? Как правильно описать, можем ли мы с таким источником работать? Значит, смотрите, если вы не можете определить источник этой, местонахождение этой статьи, попробуйте ее поискать в сети интернет, где она была еще размещена. Возможно, просто поменять идентифицирующий документ. Если вообще невозможно установить вот просто файл, фамилия, название, заголовок и все. Ну, смотрите, смотреть для чего. Если это для ученического реферата, ну, сойдет. Если это для официальной публикации в научном издании, автора не знаю, название не помню, место издания неизвестно, издатель неизвестен, год выхода тоже, но статья классная. Имеет ли смысл брать такой материал? Да, то здесь смотрите, исходите из вообще целесообразности использования такого материала. Иногда можно поискать просто, если мы знаем автора заглавия, возможно, она где-то была опубликована. И известные данные, ну, просто одного ресурса укажете другой, если все идентично, статья, текст. Тогда лучше поискать в сети интернет данные на идентифицирующий документ. Статья из блога. Ирина, значит, смотрите, если вы берете из блога, опять же, что это за блог? Блог «Интересная со всего света» или официальный блог, или блог какого-то официальной организации, или уважаемого автора. Иногда известные преподаватели, профессора, авторы ведут свои блоги, авторские блоги. То есть посмотрите, что блог ученого. С блога ученого можно брать, оформляется как статья с сайта. Давайте посмотрим, как это можно сделать. С областью видосодержания разобрались. Да, вот здесь данные о идентифицирующем документе. Здесь у нас тоже... Вот, кстати, составная часть ресурса. Вот сюда мы приводим название статьи. И автора мы не смогли установить, он не указан, найти его не удалось, поэтому под заглавием. Текст электронный. И откуда мы это взяли? Мы это взяли с официального сайта. Может выглядеть и вот так. Опять же, текст электронный мы пишем до двух косых черточек, потому что у нас составная часть ресурса. А дальше мы пишем... Ну, обязательно, вот мы указали, что это сайт, год и URL, дата обращения. То, что у нас обязательно должно быть указано. Сведения в области издания. Те варианты, которые мы можем приводить. Предписанные источники, это сам ресурс. Если мы говорим о сетевом распространении, для локальных это и контейнеры, и сопроводительный материал. Оттуда можно брать информацию. Сведения об изданиях вместо слова «издание» могут использоваться вот те слова, которые мы сюда привели. Там варианты, версии, релизы, редакции или их эквиваленты. И при составлении описаний на аудио-видеоресурсы, на мультимедийные ресурсы, указанное сведение об издании или версии, с которой записано театральное или какое-то произведение музыкальное, не рассматриваются как сведения об издании. Но они могут быть воспроизведены в области примечаний. Вот там мы можем указать, что запись сделана с вот такой-то версии или с такого-то издания. Но сюда мы тогда это не указываем. Но если встречается, вот редко мы с этим имеем дело, но просто имейте в виду, что вот этими пунктами регламентируются и где можно будет посмотреть особенности. Самое главное, область примечания, режим доступа, электронный адрес ресурсов сети интернет и дата обращения. Вот это то, что мы обязательно должны указывать. Все остальное, дата публикации вместо даты обращения или приводим дату публикации. А вот теперь самое главное, коллеги, вот этот момент, когда с режимом доступа мы начинаем путаться. Почему то до URL, то после URL, где же его писать правильно, а и там, и там правильно. Вот этот режим доступа, если он свободный, то по умолчанию мы не пишем ничего. Но если есть ограничения, платность только для зарегистрированных пользователей, только после того, как вы купите три наших продукта. Вот это указывается в особенности доступности, что надо сделать для того, чтобы получить доступ к этому ресурсу. И вот здесь вроде бы написано у нас вот так в области примечаний, но дальше следует пояснение, что режим доступа до URL пишется для ресурсов из локальных сетей и полнотекстовых баз данных. Из локальных сетей и полнотекстовых баз данных. Кстати, ЭБС очень часто пишут сюда, потому что рассматриваются как полнотекстовые базы данных. Не пугайтесь, если вдруг у кого-то будет стоять после, ну, значит, они себя не идентифицируют как полнотекстовую базу данных. Вот в этом случае мы сначала пишем режим доступа по подписке для авторизированных пользователей. 350 рублей перешлите на какой-то номер кошелька. И потом идет URL. Значит, это либо локальный ресурс, либо полнотекстовая база данных. Все остальные пишутся после URL. Ну, вот еще один вариант, как может быть написан доступ. Статья. Здесь мы написали автора. Обратите внимание, здесь у нас появилось вот то, что вы спрашивали, почему за косую черту я не пишем. Если не отличается от того, что приведено в источнике, если в источнике написано Быков СВ или там Сергей Владимирович Быков, мы так и вот эту часть мы можем опустить. Но если у нас в статье было написано Сергей Быков, а мы нашли, что Быков Сергей Владимирович, то здесь мы пишем, как положено, а вот за косой чертой мы уже приведем, как было в источнике. Вот она статья и доступ из СПС Консультант Плюс. Вот один еще из вариантов, как может быть эта часть оформлена. То есть здесь нет жесткого прям требования такого прям, да, да, вот, отлично. Ольга Петровна, ставим. Такое вот прям требование, какой-то определенный шаблон. Может быть оформлено и так. А дальше, если есть URL, тогда его и пишем. Если есть сведения об обновлении ресурса или его части, тоже записываются до URL. Обязательно адрес электронного ресурса в сети интернет и дата обращения через пробел в скобочках пишется вот так. Записываем через URL. Раньше в старых описаниях, если берете чужие до 2018 года, будет написано режим доступа и адресная строка заменяйте на URL. Это более похоже на ссылки. Дата обращения с маленькой буквы, двоеточие здесь не оставим. И здесь без пробелов тоже записываем дату число месяц, год. Область примечания. Что еще здесь характерно? Для публикации в электронных журналах, в сериальных изданиях вместо даты обращения может быть указана дата публикации. То есть вместо даты обращения, мы можем это и другое написать, в принципе не запрещено, но можем заменить просто, когда была опубликована эта статья. Либо так, либо так тоже оба варианта приводятся, поэтому и тот, и другой можно использовать. И область идентификатора ДОИ. Кто у нас там про примеры спрашивал, вот мы как раз доходим до примеров. Сейчас мы по всем примерам и посмотрим. ДОИ записывается так, как он приведен в тексте, перед текстом электроны, перед двумя косыми черточками. Если мы вот это не пишем, у нас большинство источников в списке электроны и мы это опускаем, тогда будет просто 602, пробел, две косые черточки и пошла информация о идентифицирующем источнике, откуда мы это все взяли. А вот оно дальше, сведения о доступности, условия доступа, которые мы пишем уже после. Тоже варианты, после URL, тоже может быть написано режим доступа и вот указаны какие-то условия, которые нужно выполнить. Значит это онлайн ресурс, это не локальный и это не полнотекстовая база данных. Вот в чем разница, и то и другое прописано в ГОСТе, и то и другое можно найти. Если это не база данных полнотекстовая, не какой-то локальный ресурс, то тогда пишем в конце. Вот и те варианты, и эти варианты формулировок, они допустимы, вы вообще можете свои даже написать, но только максимально короткие, чтобы можно было их воспроизводить. Наталья, здесь, если вы делаете, если на составную, все, поняла, после, если у вас на составную часть ресурса, то вначале до двухкассых черточек, если ДОИ, это его место там же, где и ИСБН, только вместо ИСБН вы пишите ДОИ, да, вот туда. Ну и вот режим доступа, например, вот так у нас может выглядеть, да, или режим доступа может быть вот так выглядеть, платный. В принципе, это факультативный элемент, мы его не пишем, когда свободный, но если есть какие-то ограничения, лучше всего их указать. Еще несколько моментов по поводу некоторых идентифицирующих ресурсов. Не забывайте дописывать, что это официальный сайт пояснения. А нужно ли, а нужно ли, это я читаю вопрос Натальи Мороз. Посмотрим. Либо, да, официальный сайт, пояснения к нашему названию сайта обязательно привносим, дополняем. И если есть возможность установить место и год, то сюда их дописываем, если нет, то не дописываем. Для составной части ресурса, как бы желательно установить, но если уж нет, то тогда нет. URL, дата обращения у нас обязательно. Ну и вот так у нас тоже может выглядеть уже страница из журнала с нумерованными страницами. Вот мы их сюда приводим под заглавием, потому что у нас несколько авторов, текст электронный. И здесь все достаточно просто. И вот мы пишем сюда режим доступа платным. Да, вот мы его сюда дописали, потому что здесь нам нужно внести какую-то плату для того, чтобы получить доступ к этой статье. Если нет, тогда мы эту область опускаем, заканчиваем просто датой обращения. В принципе, не очень страшно. Ну и по примерам, то, что спрашивали. Сайты в сети интернет. Вот так можно сделать описание целого сайта с пояснениями. Режим доступа для зарегистрированных пользователей. Но здесь надо посмотреть текст электронный, но здесь надо посмотреть, не является ли полнотекстовой базой данных. Если полнотекстовая база данных, тогда мы вот этот режим доступа для зарегистрированных пользователей можем переместить вот сюда, должны переместить до URL. Описание составной части сайта. Разделы, статьи, вот то, что спрашивали. А есть ли с блога, есть ли это с сайта какого-то ученого. Здесь будет примерно та же самая схема. Ну, посмотрим по разделам сайта. Начнем с разделов. Есть определенный раздел сайта. Делаем пояснение в сведениях, относящихся к заглавию, и указываем за двумя косыми черточками, откуда это взято. Вот с этого веб-портала, это отдельный раздел сайта, мы даем отсылку к нему. Дальше все как привычно. Адрес URL, дата обращения, все мы поставили как положено. Вот мы взяли доклады с веб-сайта Всероссийской переписи населения. Указали, что это сайт Федеральной службы государственной статистики. Определили, что это Москва. Вот годы были. Это мы взяли с сайта, они были указаны к этому разделу. Приводим адрес, электронный адрес, дата обращения. Вот фрагмент пособия. Тоже в квадратных скобочках мы указали, потому что сформулировали сами, что это фрагмент вот такого пособия электронного, к которому мы обращались. Приводим автора. И смотрите, что здесь у нас сразу не хватает. Заметили? Если автор один, мы должны были привести под заголовком. Если их несколько, 5 и более. Если до 4 мы их должны были перечислить здесь. Если их 5 и более, мы тогда должны были в квадратных скобочках написать и другие. Это мы определили сами. Это не было написано на сайте, поэтому тоже в квадратных скобочках. Текст электронный. Вот она, составная часть закончилась. И начинается, откуда мы это взяли. Мы этот фрагмент пособия взяли со справочного информационного портала грамота.ру. Это было написано на главной странице, поэтому сюда. И если необходимо, можно добавлять в описание. Видите, мы добавили раздел сайта под раздел исследования монографии. Портал большой. Найти достаточно сложно. Поэтому мы можем указать еще путь, где искать, в каком разделе этого портала можно найти. Вот это, кстати, делается для неопубликованных документов, там, где у нас не будет URL. Ну, а дальше идет URL, дата обращения и так далее. Вот примеры тех же самых составных частей сайта. То есть мы его делаем как для составной части ресурса, только у нас добавляются еще вот эти моменты про режим доступа и URL. И дата обращения, и дата публикации. Статья из сериального издания. Это вот в данном случае у нас газета. Опять же, дата публикации до URL по тем правилам, по которым мы делаем описание на статьи из сериальных изданий. Печатная и электронная версии. Вот здесь возможно сделать комбинированную запись. Что это значит? Мы приводим все данные на книгу, и после пишем электронная копия, доступна на сайте электронной библиотечной системы, там, такое-то. Или электронная копия доступна на сайте электронной библиотеки такого-то ВУЗа, например. И дальше дается электронный адрес, дата обращения и пишем условия доступа пароля. Видите, мы здесь не писали режим доступа, мы просто написали, что доступ по паролю тоже можно делать. Презентация из электронного журнала. Вот пример, как это может быть. Мы также, как на статью, делаем описание, только в сведениях, относящихся к заглавию, мы пишем, что это презентация. На презентацию тоже можно делать ссылки и описание. И обязательно приводим презентацию откуда? Из вот этих материалов, из вот этой книги. И дальше, смотрите, мы все это заключили в квадратные скобки, потому что мы вот это все нашли сами, сформулировали сами на основе анализа того ресурса, который мы смотрели, сборника презентаций. Несколько элементов, относящихся к одной области, можно ставить одни квадратные скобки. Это допускается. Но если они относятся к разным областям, то мы уже квадратные скобки одни поставить не можем. Ну и вот на презентацию очень часто сейчас идут ссылки и в описание вставляются, и существуют в виде презентации разные материалы. И вот как на них можно сделать описание, примерная схема, вот здесь тоже есть. Что куда, ну и пример у нас тоже есть. Вот это вот обязательно приводим. На фрагмент презентации тоже можно делать описание. Если, например, у нас идет в одном сборнике, выложены несколько презентаций разных выступлений, разных докладчиков, например, на какой-то конференции, а мы ссылаемся только на конкретную презентацию из этого вот большого сборника слайдов, тогда мы можем вот здесь указать вместо количества слайдов, например, местоположение этой составной части. Делаем ровно так же, только указываем, что вот это слайды с 16 по 24. Так тоже можно делать. Ну и статья из электронного журнала. То, что мы с вами смотрели, вот нумерация, все ровно то же самое, как у нас делается для обычного печатного журнала, статьи из печатного журнала. Вот это в скобочках – это серия. Помните, мы говорили, сериальный и серийный ресурсы. Если есть серия, то в область серии у нас здесь добавляется. Вот обратите внимание, здесь у нас нет местоположения статьи. То есть вот тот самый первый случай, который мы тоже с вами смотрели, ненумерованные страницы. Да нет страниц, мы их не указываем, сразу URL. И вот здесь хорошо бы, если бы было до, и мы бы его вот сюда поставили, да, и мы сразу перешли бы к тексту. Видеоклипы с официального сайта. Название, указания в сведениях, относящихся к заглавию. Сведения, относящиеся к ответственности, указываются авторы. Кто? Вот оно изображение. Мы можем оставить изображение музыка электронные, потому что у нас видеоклип, да, изображение, музыка электронные. И вот оно взято с сайта. Кто у нас там про статьи из блогов и сайтов спрашивал, да? Вот оно, сайт, как называется. Официальный сайт. Это написано, если формулируете сами в квадратные скобки, не забудьте поставить, только у вас будет написано блог. URL, дата обращения и дополнительные примечания добавили еще, когда был снят клип. В принципе, можно, можно не указывать. При правовых системах. Очень часто правовые системы работают не только в онлайне, но и в локальном доступе. И тогда мы, конечно, у нас URL не будет. Где-то мы делаем описание ровно так же, как на печатное издание, первую часть, да, а вот дальше указываем все данные, а дальше мы пишем режим доступа, справочная и правовая система, консультант плюс. В принципе, вот так может у нас существовать. И локальная версия можно дописать, если у нас идет. Заказу линии, да, да, Елена Христалюбова, да, это инверсия. Слова сайта официальные после... Евгения, про квадратные скобки. Если это написано на главной странице, приведено, что это официальный блок ученого такого-то. Мы так и пишем, официальный блок, никакие скобки не ставим. Квадратные скобки ставятся в том случае, если мы открыли, непонятно, что это за блок или сайт, а вот в тексте потом открываем раздел «О нас», и вот где-то в тексте мы нашли, что «А, это образовательный портал». Отлично. Вот тогда мы их включаем в квадратные скобки. Мы сами сформулировали на основе анализа ресурса, что это такое. Нашли. Да, чаще всего нашли. Где-то, где они сами пишут о себе, кто они такие. На стандарт. Вот еще один пример, как можно давать на стандарты и его составную часть, если мы там на какие-то... Это вот в ссылке у нас на следующее занятие тоже этот пример разберем уже более подробно. Но можно слаться на отдельные пункты, например, там пункты или разделы стандарта с 5 по 7. Да, вот на эти разделы мы ссылаемся. 5, 6, 7 включительно. Или пункты там с 5.10 до 5.125. Вот на этот массив мы ссылаемся. Чаще всего мы это, конечно, используем в ссылках, но могут быть какие-то разделы, могут быть к нескольким разделам. Вы даете отсылку, ну как вот конкретно указать, куда мы ссылались. Вот на весь стандарт мы приводим вот так. Опять же, то, что касается электронной части электронной, электронных ресурсов, вот она, дата обращения и адрес электронного ресурса. Все остальное, и вот после двух косых черточек, помните, у нас был консорциум кодекс, вот мы написали, вот мы написали консорциум кодекс, электронный фонд актуальных правовых технических документов, доступ свободный, поэтому к этому документу, поэтому вот мы написали, здесь никаких ограничений нет, вот она, наша электронная часть. Все остальное, это правило описания стандартов по новому ГОСТу, как для печатной версии. То есть здесь совсем не страшно. Неопубликованные документы, с этим мы тоже можем сталкиваться. Не статьи, просто какой-то регламент, приказ, размещен, но он, смотрите, здесь в доступе. Мы можем указать разделы, как к нему проникнуть. Если он в открытом доступе, то мы ничего не пишем, мы просто, опять же, указываем, с какого сайта, на каком сайте он лежит, и даем адрес и дату обращения. Если же есть ограничения по доступу только с компьютера организации или только под личную роспись и так далее, то мы это должны, конечно, вот здесь у нас указать. В конце, вот здесь мы пишем после URL, потому что это не полнотекстовая база. Книга из ЭБС. Вот здесь два варианта могут быть, с которыми иногда приходится сталкиваться. Но я условно беру просто известный ЭБС, чтобы знакомые названия были. Первая часть. Ровно так же, как мы описываем обычную книгу, то, что мы в первом вебинаре смотрели, серия у нас есть, она выходит в серии профессионального образования. Вот мы ее привели, вот мы привели СБН. Кстати, я вот сейчас подумала, Наталья Мороз спрашивала про СБН и ДОИ. Два номера указывать сюда. Хороший вопрос. Я подумаю, как лучше сделать, потому что иногда вместо URL еще указывают ДОИ. Возможно, как вариант. Текст электронный. А дальше, смотрите, две косые черты пишется. Это электронная библиотечная система. И дальше пошло, как всегда, для электронных ресурсов. А вот здесь совсем по-другому. Здесь, так же, как для книги, как мы обычно с вами делали, потом пишется режим доступа по подписке, полнотекстовая база данных. И дальше дается адрес электронной библиотечной системы. А дальше у нас пошло дата обращения, и СБН, и текст электронный, и все как положено. И тот, и другой вариант правильный. Разные подходы у разных ИБС существуют. Одни рассматривают, то есть точно, вот прям четко, нет такого правила, поэтому одни рассматривают вот эту книгу как составную часть нашей библиотеки и дают на нее описание, как на составную часть, неотъемлемую. А здесь книга рассматривается как самостоятельное произведение, которое еще вот существует в таком виде и лежит у нас на полке. То есть и тот, и другой вариант, вы с ними можете столкнуться в разных описаниях, просто смотрите на те методические рекомендации, которые есть у вас, выбирайте один из вариантов и для всего списка источников тогда форматируйте, делайте вот под один шаблон. И то, и другое может встречаться. И категорического запрета ни на то, ни на другое нет. Ну, вот разница в этом. Про видеоресурсы сетевого распространения. Ну, вот пример у нас тоже на фильм, на вот изображение. Здесь вообще это взято из ГОСТа. Здесь вообще написано, видите, в видеофильм мы там видели много-много-много у нас видов содержания, а здесь просто изображение электрона. Обязательно с YouTube обязательно приводится название канала и пишется, что это официальный канал или официальный аккаунт, канал на YouTube. Ну, вот эти вот мы сформулировать все равно должны, где это находится, что это за канал. Адрес URL, дата обращения. И, в принципе, здесь тоже все достаточно просто. Автор и те, кто принимал, лица, которые принимали участие в работе над этим видеоресурсом. Запись видеовебинара. Видеозапись вебинара. На записи видеовебинаров тоже можно ссылаться, но если это разрешено вам методическими рекомендациями. И вся информация, она, в принципе, должна быть отражена вот в этой части под самим видеороликом. Видите, здесь все практически есть. Название канала. Вы можете найти название самого видео. В описаниях очень часто пишется и про авторов, и какие-то дополнительные сведения, кто является автором этой видеозаписи. И вы можете вот прямо отсюда всю эту информацию взять. Ну, на курсе мы как раз на этом будем тренироваться. И вот тогда у нас может выглядеть, например, вот так. Ну, не нашли мы отчество, поэтому уж как есть, так записали. Дизайн для преподавателей, как сделать, заголовок есть. В квадратных скубочках мы дописали в сведениях, относящихся к заглавию, что это видеозапись вебинара. За косой чертой вот так у нас было написано там, на канале. Поэтому мы написали так, как написано там, на канале. Здесь все-таки как положено. Дата. Когда был вебинар, прошел изображение электронное. Да, написали. И откуда? Это часть с принадлежность канала Директ Академии. Вот мы написали, что Директ Академия, официальный канал на YouTube. Дальше у нас идет адресная строка. Дата обращения. Видите, совсем не страшно. Это очень похоже на те описания печатных изданий, с которыми мы знакомились. Самое главное только найти вот здесь, на самом сайте, откуда эту информацию взять. Вот такие подсказки на курсе. У нас будет целый практикум. Будем тренироваться на электронные ресурсы. И вам там еще и такие вот шаблонные подсказки у вас уже будут. Но мы можем делать еще и вот то, с чем мы сейчас будем сталкиваться достаточно часто в связи с этими участившимися локдаунами. Составная часть видеозаписи, например, какого-то мероприятия, например, конференции, семинары, симпозиумы, круглого стола. То, что сейчас проводится, ушло в онлайн. Видеозаписи на 4 часа, а есть и по 8 часов. Вот идет целый день конференции. А вам нужно сослаться только на одно выступление одного докладчика. Вот его. Он где-то там у нас внутри, среди десятков других. Как сделать здесь? Ну вот возьмем и представим, что у нас это был не вебинар, а был вот такой вот запись доклада. Вот мы пишем название, только здесь что у нас должно быть? Да, две. Это второе заглавие. То, что мы на первом вебинаре с вами разбирали, грамматически не связанное, поэтому здесь мы уже не через точку, а через две точки должны сделать. Видео, это я уже за вас времени нет, поэтому не даю задание, а уже сама исправляю по ходу. Видеозапись доклада, две косые черты, и вот дальше мы пишем, откуда мы это взяли. В печатной версии мы написали бы сборник материалов конференции, название сборник материалов конференции. Здесь мы написали вот запись, видеотрансляция международной конференции, Москва, апрель, там, такого-то года. И дальше. Количество страниц у нас, конечно, нет, слайдов нет, мы ссылаемся на видеозапись. Тогда мы можем написать время воспроизведения и указать вот тот тайминг, тот промежуток времени, в который это, в этой огромной записи этот доклад шел. То есть я отматываю на 10.43, включаю и до 23.14 я смотрю на вот этот вот фрагмент, этот доклад этого товарища. Ну и дальше у нас идет URL, дата доступа, и вот, например, у нас есть ограничение, что вы можете только с официального канала посмотреть эту запись, там стоит ссылки рассылали, например, именные, да, и больше никак вы ее увидеть не сможете. Ага, Ольга Петровна у нас нашла, да, что еще не хватает тире, да, время воспроизведения. Отлично, проскочила, проскочила. Вот делают такие задачные слайды, но не успеваем мы пройти, поэтому пишите, пишите в чат, да, дополнительный балл получите. И, наконец, мультимедийные ресурсы. Как описание делать с ними? Например, у нас есть электронный ресурс, и мы даем ссылку на этот электронный курс. Нам нужно сослаться на него, и нам нужно указать его в списке своих источников. Как делается? Все ровно то же самое. Находим автора, кто автор курса или авторы названия, дописываем, что это мультимедийный электронный курс, сведения, относящиеся к заглавию, приводим автора за косой чертой, потому что он по-другому немножко у нас был, указываем откуда, что это Новосибирский государственный университет, и дальше располагается он на платформе Курсера. Мы можем сделать вот так. Курсера, глобальная платформа онлайн обучения, и дальше это написано у них, поэтому без квадратных скобок. Если бы мы это сами сформулировали, мы бы взяли квадратные скобки. И дальше адрес расположения курса, дата обращения и ограничения только для зарегистрированных слушателей курса. Вот ровно так же мы можем сделать. И если нам требуется еще в конце указать вид содержания, мы пишем на этот курс вот сюда, потому что у нас здесь идет вот так, это принадлежность этого курса сюда, мы можем написать как разные виды содержания электронные, и вот сюда вот вставить. Еще один пример мультимедийного электронного курса подкаст. Здесь звуковое, вот похоже на аудиокниги, но у нас здесь есть. Есть слайды, они выводятся отдельными изображениями, существуют сами по себе. Как бы. Есть отдельный блок, отдельным блоком. Отдельный блок у нас есть текст. То есть мы можем просто читать текст, мы можем просто смотреть слайды, и мы можем прослушать вот этот текст в аудиозаписи. А можем включить и все смотреть вместе. Поэтому у нас уже как минимум три разных вида ресурсов присутствуют, поэтому мы тоже пишем разные виды содержания, доступ электронный. И вот так может выглядеть у нас на электронный подкаст. Это идет как сделано на сайте электронных подкастов. Вот заглавие, автор, заглавие. Мы пишем, что это мультимедийный подкаст, кто у нас там про подкасты спрашивал. Автор, с какого сайта мы это взяли, адрес и дата обращения. Но на электронной книге есть еще дополнительные моменты. Там нам нужно воспроизводить, если это на целый ресурс время звучания, и в область физической характеристики у нас пойдет. И если это составная часть, то еще время воспроизведения какого-то фрагмента отдельной главы или отдельного стихотворения, статьи и так далее. Вот про ссылки, когда будем говорить, мы про составные части еще раз пройдемся. Так что в мультимедийных ресурсах на самом деле ничего страшного нет. Это даже проще делать. Вот это самый простой вариант для того, чтобы включить в список источников для курсовой, там, дипломной работы, да даже и для статьи, если редакция не придерется и не заставит убирать лишние электронные ресурсы. Этого вполне достаточно. То есть для не библиографов, не ломая голову особо сильно, зная вот те основы, которые мы на предыдущих вебинарах с вами смотрели, а на курсе мы на практически, у нас уже будут практические вебинары, там мы это будем разбирать, уже пытаться делать и закреплять, да, то страшного-то на самом деле уже ничего и нет. Ну и в завершение нашей сегодняшней встречи, самый последний такой пример, с которым мы тоже сейчас можем начинать сталкиваться, иногда говорят, нет, ну электронное письмо, на него ссылаться нельзя, нет, ну а почему нельзя? Раньше же был распространен у нас эпистолярный жанр, да, аж целые тома выпускаются, сборники, писем, переписка, Энгельса с Каутским, с кем вы не согласны, да, с обоими не согласен, да, собачье сердце вспоминаем. Ну, если серьезно, коллеги, то да, возможно, какая-то часть информации, то, что сейчас существует в виде, например, электронной переписки, электронных писем, она со временем начнет занимать свое место, свою роль играть, и, возможно, у нас будут такие сборники электронных писем вместо печатных томов, кто знает. Готовиться к этому надо заранее. Кстати, в международных стилях оформления, в том же гарвардском стиле, и не только в нем, есть варианты, как давать ссылки, но ссылки, а не описание, на электронные письма, на сообщения в чатах и прочие вещи, которых у нас пока еще не было. Теперь они у нас в новом проекте ГОСТа, кстати, по ссылкам на электронные ресурсы, они появляются, и мы кое-что оттуда можем уже тоже позаимствовать. Хотя это проект, но раз нет образца в ГОСТе по описаниям, нам приходится придумывать самим. Но придумывать с потолка не всегда хорошо, можно посмотреть, что предлагается, и доработать. Ну вот, например, предлагается такая схема описания. Заголовок, основное заглавие – это тема письма или первые слова текста письма. Сведения, относящиеся к заглавию – это может быть вид документа, дата, адресат. И режим доступа, откуда мы можем получить доступ к этому письму. Например, только с личного компьютера Ивановой. Вот так это может выглядеть автор. Вот первые слова или тема письма, которые были указаны в письме, возрастает значение правильно и грамотно писать тему в переписке, иначе она потом будет уходить в библиографическое описание. Пояснение, что это электронное письмо от такого-то числа, от такому-то адресату, и режим доступа, откуда мы можем получить. Или вот, например, по согласованию с адресатом с личного доступа. Здесь мы можем формулировать по-разному. Вот такие варианты у нас, например, на электронные письма тоже могут быть. Они не опубликованы, естественно, но обязательно вот этот режим доступа будет, потому что все-таки тайна личной переписки, либо есть согласование, лучше это указывать. Получить. Получить-то вы можете, но после согласования. Ну и вот объяснение, такая визуализированная схема. Разбираем прям по косточкам, да, чего, куда и как. Ну вот по остальным видам ресурсов мы, кстати, будем с вами на курсе разбирать. Вот там у нас будет и статьи из блогов, и вот с такими визуализированными схемами у нас такие подсказки у вас уже будут всех участников курса. Посты, как сделать библиографическое описание поста или комментария в социальных сетях, там видеозаписи телепередач еще у нас остались не рассмотренные, как дополнительная информация, это мы уже на практику не будем в январе разбирать. И практическая отработка уже будем сами составлять, все библиографические описания на электронные, мультимедийные ресурсы, и искать, что откуда брать. Поэтому вот кто еще не записался, welcome, на январь можно записаться на курс, и там мы это все отработаем. Ну вот, коллеги, в положенные нам полтора часа мы уложились. У нас немножко октябрьские, ноябрьские вебинары чуть-чуть идут побольше, но не больше полутора часов, как положено, пары курсу. Если какие-то вопросы я не успела ответить, коллеги, пожалуйста, можно сейчас во вкладку «Вопросы» написать по теме нашей сегодняшней встречи. Я посмотрю, скачаю просто чат, и тогда постараюсь на них ответить уже на следующем, наверное, вебинаре или в группе. Так, Олег Парамонов. Особенности оформления зарубежных источников иностранной научной литературы. О, Олег, во-первых, посмотрите, пожалуйста, про иностранные зарубежные источники и иностранная научная литература по международным стилям. Оформление у нас было прям... Это отдельная тема, они у нас идут, вебинары отдельными темами, там мы разбираем различные, плюс сервисы, генераторы, все, что есть по гарвардским стилям, по оформлению референсис. Посмотрите, в списке наших вебинаров они есть за прошлый год, в этом году не было. Ну вот за прошлый учебный год, позапрошлый учебный год у нас прям несколько таких вебинаров было, поэтому если есть проблемы с референсис и зарубежными источниками, вы посмотрите там. И плюс у нас еще будет отдельный вебинар в ноябре, по-моему, последний. Мы говорили сейчас про оформление библиографических описаний. Со следующего вебинара, со среды, мы начинаем работать уже с ссылками, с ГОСТом по оформлению ссылок. И вот, скорее всего, ваш вопрос, это, я так понимаю, зарубежные источники, иностранная научная литература, это касается, если я правильно поняла, референсис, публикации, вот там, как это правильно сделать. Если правильно услышала, дайте сигнал, пожалуйста, в чат, что правильно вас поняли. Это мы будем, в ноябре у нас будет вебинар, посмотрите по расписанию, как раз посвященный отдельным, зарубежным вещам. Вот там мы про них поподробнее поговорим. Ирина Иванова, спасибо большое. Надеюсь, что было полезно. Жаль, что только час тридцать. Не жалейте, приходите, записывайтесь на курс, там будет побольше, и еще в асинхронном режиме будем работать. Там еще и задания, игры, упражнения будет. Море, включая раздаточные тетради, шаблоны. Самое главное, что там, да, сразу вот так посидеть, послушать, это вроде бы хорошо, начинаешь делать, что-то не получается или возникают вопросы. Вот именно поэтому мы и будем в январе, это уже на практике, отрабатывать все вместе на практических вебинарах, но в рамках нашего курса. По вопросам Людмила, видела, сейчас я про это все отвечу. А, да, Олег, все, немножко не в тот чат ответили. Да, будет у нас по этим, и можете, я, наверное, на следующий вебинар вам такую подборочку еще наших вебинаров сделаю, чтобы вы могли посмотреть эти вопросы и по ранним вебинарам. Или на канале поищите, там можно найти именно по зарубежным, международным стилям оформления. Значит, коллеги, по презентации. Презентации за вебинары октября-ноября у нас в открытом доступе не дается. Это материалы, которые относятся к работе на курсе, просто такие вот лекционные, теоретические вещи мы сделали открытыми, чтобы каждый мог посмотреть, принять для себя решение. А вот при записи на курс в январе там уже и все презентации обязательно, плюс это еще не все, там же разные схемы, шаблоны, подсказки, шпаргалки. Все это будет для участников курса уже, включая рабочие тетради, все это останется у вас уже в вечное пользование. Вот поэтому у нас сейчас пока вот, если что-то очень-очень надо, ну, можно скриншот сделать, но только для личного пользования, не для использования вовне. Для личного обучения, для личного использования. Поэтому если что-то, то можно вот скрином сделать. Ну вот, коллеги, на этом наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Всем большое спасибо, что были с нами. Большое спасибо за ваши комментарии, записи, вопросы в чат. Если кого-то упустило из вида, не ответил на вопрос, пожалуйста, не обижайтесь, напишите свой вопрос либо сейчас в чат, либо можно меня на почту или найти в социальных сетях, и тогда ответим. Всем хорошего настроения, всем обязательно крепкого здоровья, коллеги, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Давайте лучше будем встречаться в онлайне. И в следующий раз мы с вами встречаемся 3 ноября, начнем уже разговор о ссылках. Поэтому всем хорошего настроения, удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok